Начало второго на часах. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Перед тем, как представить гостя, вернее, гостью студии, я позволю себе процитировать некий текст, выдержку, после чего представлю гостю и поясню, откуда я эту выдержку взял. Никакие политические, экономические и социальные трудности общества не должны заслонять актуальность экологических проблем, так как в ближайшем будущем они могут заслонить с собой все остальные проблемы. Возрождение страны возможно только на основе гармонии в развитии социально-политических, экономических и экологических процессов. Мы призываем к взаимодействию власти, а также научных, деловых кругов и общественности, основополагающих и движущих сил государства. Это я сейчас процитировал не что иное, как частицу программы российской экологической партии «Зеленые». И представитель партии, руководитель информационно-аналитического отдела Александра Оставина сегодня у нас в студии. Александр, добрый день. Добрый день. Да. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Можете заглянуть в нашу студию, а к тому же есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашей сегодняшней гости. Вопрос имеется, позвольте я с ним начну, от Людмилы Липатовой. Во всем мире «Зеленые» имеют очень серьезный политический вес. Их представители есть в национальных парламентах, имеют министерские портфели, это да, вообще известно. В России уже у «Зеленых» окажутся функции исключительно представительские. Как вы это прокомментируете? Ну, я, конечно же, соглашусь с тем, что влияние «Зеленых» во всем мире очень серьезное, и мы к этому стремимся. Но я не соглашусь с тем, что у нас только представительские функции, потому что, во-первых, у нас есть фракция, например, в Кабардино-Балкарии. В местном парламенте. В парламенте, да. И у нас есть отдельные депутаты на разных уровнях, в Ярославской области, в Белгородской области. И удивительно, но даже один человек, даже один депутат для своего региона может что-то делать. Тут я не буду рассказывать о их конкретных инициативах и о том, что они делают. Это все есть на сайте нашей партии. Но самое главное, что... Вот недавно был День водных ресурсов, и есть фраза, всем нам известная, что «вода камень точит». И, соответственно, то же самое можно сказать и про нашу активность, и про активность партии. Да, нас нет в Государственной Думе на данный момент, и еще никогда не было. Но мы верим в то, что мы так будем, и, собственно, будем решать экологические проблемы нашей страны. Ну, во многом у нас сегодня интервью знакомства. Я так понимаю, партии «Движение зеленое» не слишком представлены в информационном пространстве. Ну, по крайней мере, здесь, на региональном уровне. Давайте все-таки по каким-то основным вехам истории «Движения» пройдемся. Насколько я понимаю, больше 20 лет уже нашим российским «Зеленым». Да, больше 20 лет. Сначала это была партия «Кедр», всем известная. Но потом, все-таки, название было принято решение поменять, потому что более узнаваемое понятие «зеленое». И было время, когда партия превратилась в «Движение». Но я хочу сказать, что, да, мы, в общем-то, называемся, нас относят к не парламентской партии, нас относят к малой партии, да, по каким-то там определениям. Но при всем при этом, когда, если партия существует больше 20 лет, это доказывает, что мы существовали в тот период, когда нужно было 50 тысяч членов, а не то смешное количество, которое у нас есть сейчас, чтобы была партия. Поэтому, ну, вот этот момент считаем важным мы в нашей истории. И более того, что касается гражданской активности, вот, не могу не сказать о том, что не так давно мы проводили три форума, посвященных изменению климата. Первые два были в преддверии. Вы были инициаторами этого форума? Да, мы их сами организовывали и приглашали и представителей власти, и тех, кто были, естественно, в той самой делегации, которая была в Париже. Ну, напомню, что на этом форуме я выступал. Форум проводился в Париже? Да, в Париже, в Организации Объединенных Наций. И, напомню, что там был Владимир Владимирович Путин, наш президент. И еще до этого наша партия занималась, проводила конференции, посвященные ратификации Киотского протокола, так что вот темой изменения климата партия занимается. Давайте напомним суть этого документа нашим слушателям. Ну, вот, про Киотский протокол сейчас не хотелось бы напомнить, потому что он уже признан, как бы, тем, что нужно поменять. Да, но что касается соглашения, которые вот 22 апреля будут подписаны, это 195 стран готовы решать проблему изменения климата, удерживать потепление на... Задача удерживать... Контролировать его. Да, контролировать потепление, да. И, ну, там, как бы, звучат разные цифры, 2 процента и, ну, мысли, 2 градуса. Но самое главное, что, в принципе, это та проблема, которой весь мир занимается, вот, как называется, сообща. Потому что, с одной стороны, экологические проблемы очень есть глобальные, но все они отображаются и, причем, ну, на локальном уровне. А движение «зеленое» какими ресурсами, не знаю, какими кадрами располагает для того, чтобы вносить свои предложения, идей по поводу проблемы глобального потепления? Ну... Серьезные ученые есть. Да, да. И более того, важно, что у истоков партии стояли ученые, а не изначально, ну, политики. Политики. Которые, ну, 20 лет назад хотели бы что-то сделать. Ну, и потом тоже такой момент, я вот, естественно, не так давно, в смысле, когда я получала образование, связанное с политикой, я, естественно, изучала партию «зеленые», в смысле, партию «кедр», как малую партию. И уже тогда, совершенно тогда я не подозревала, что я буду, что моя жизнь будет связана с партией «зеленые», но уже тогда меня, в общем-то, удивляло и восхищало то, что так давно возникла в России эта партия. И вопрос не в том, присутствует она где-то или нет, а вообще сам факт того, что людям пришел в голову, и они собрались и это сделали, это уже доказательство того, что, ну, у нас есть будущее, и правда можно что-то изменить. Потому что мы все понимаем, что вообще у всех партий, у большинства партий вообще названия никак, ну, даже противоречат их программам. Такое бывает, я не буду называть, про какие партии я говорю, но вот это вот, это как-то, ну, несерьезно и, в общем-то, грустно. А когда есть название, которое несет однозначный смысл, то это уже, и есть организация, это уже хорошо. Я думаю, сейчас у многих наших слушателей на языке вертится такой вопрос, вот наши российские зеленые и зеленые западные, да, они как-то соотносятся, ну, не знаю, насколько понравится вам этот вопрос, я знаю просто позицию вашу по этому поводу, нашел, где-то почитал интервью, по поводу Greenpeace. У вас это довольно скептическое отношение, да, к этой организации? Да, но это... Вы считаете, что в нашей стране все-таки наши местные зеленые, то есть непосредственно вы должны заниматься этим вопросом? Ну, моя личная позиция связана с тем, я не знаю, по какой статье вы ее видели, моя личная позиция связана с тем, что когда произошла вот эта вот акция, в кавычках, организация на Приразломной, я считаю, что это, ну, не результативный ход, то есть что эта акция была сделана для того, чтобы просто привлечь внимание к своей деятельности. То есть пиар, да? Да, 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 а не для того, чтобы правда что-то изменить, потому что мы все знаем, что эта акция произошла в 2013 году, как раз год экологии, во время форума, что-то такое Арктика, территория, диалога, была посвящена как раз там безопасности. И мне кажется, ну, вот как просто там даже обывателю, что если ты хочешь что-то изменить, то нужно доносить эту свою позицию законными способами, а не провокациями. И я где-то писала про то, что если мы, например, ну, это было раньше, сейчас немножко странно это звучит, но летит регулярный рейс Москва, ну, там я писала про Москва-Хургат, и заходит туда пассажир и говорит, остановите самолет здесь и сейчас, потому что очень много выбросов в воздух. Ну, про выбросы очень логично, да, все мы это знаем, вот, при этом мы не отказываемся, ну, многие из нас не отказываемся от перелетов. А с точки зрения остановить самолет здесь и сейчас, это кажется нелепо. Дальше можно привести еще один пример, как идет операция на сердце, например, и тоже кто-нибудь врывается. И требует прекратить. Да, и требует прекратить, просто потому что, а вы знаете, когда вот это лекарство пробовали, ну, изучали его, опробировали, то пострадали какие-нибудь животные. Да, это все, с одной стороны, это все так, а с другой стороны, звучит это нелогично. И для меня операция на приразломной, это операция на земле, ну, как бы что такое, добыча на шельфе. Поэтому вот это я считаю неправильно. Давайте перейдем к цели вашего приезда в наш город. Он, кстати, приехал еще и руководитель непосредственно, да, партии? Не смог все-таки приехать. Да, я имею в виду господина Панфилова, Анатолий Панфилов. Такой простой вопрос, как вам наши дороги? Перед тем, как уже, к сути, приезда переезда. И, может быть, проблему дорог можно как-то через какие-то экологические механизмы попытаться решить? Вы знаете, я очень много езжу по России, и, в общем-то, дороги в Кировском, в основном городе Киров, меня никак не удивили, потому что, к сожалению, такая ситуация во многих областях. Это именно в этом году, в этой весне? Да, нет, я даже помню, что года два назад, примерно в это время, я участвовала лично в митинге, где дороги, там, в республике Мариел. Так что ситуация критическая у нас, но, с другой стороны, я хочу сказать, что был в моей жизни период, когда я работала в посольстве Российской Федерации в Бразилии, и, знаете, самое удивительное, что там тоже проблемы с дорогой. Там есть куски очень хорошей дороги, вот такие, то, что называют автобаны, да, а какие, точно такие же, там, с, просто с пробоинами и практически дырками, тоже есть, ну, они точно так же встречаются и между частями, как бы... А вообще, в теории, плохие дороги, они приводят к усугублению экологических проблем? Например, тот же транспорт, вынужден скапливаться, да, пробки, когда едут медленно, да, и, конечно, пробки увеличивают выбросы, и это, ну, это серьёзная проблема. Более того, ну, более того, транспорт такой, ну, общественный, вообще очень сложно на таких дорогах, как гораздо сложнее, да, чем машины, и, соответственно, люди начинают пользоваться больше машинами. Ну, то есть, это, естественно, ведёт, ну, как бы, я бы сказала, что во многом это косвенное влияние, но это не... На экологическую ситуацию влияет слишком много факторов. Ну, вот специально вот движение «Зелёное» не разрабатывало эту тему? Пока нет. Какие-то выводы делали? Может быть, с этой стороны подойти? Ну, мы подумаем, потому что это, конечно, проблема, которую нужно решать, потому что все вроде как у нас в конституции свободы передвижения, но она такая, получается, скорее номинальная. Вот, поэтому, да, это проблема, которой мы, естественно, планируем заняться, как и много других проблем. Итак, Ваш приезд в Киров, собственно, его цель? Ну, тут хочется, что называется, погордиться нашим региональным отделением, которое... Которое появилось не так давно? Не так давно, но уже показало свою эффективность. Дело в том, что экологи партии «Зелёное» в Кировской области вместе с фондом хранителя воды, также природоохранными структурами, скажем так, громко, но изменили ход истории практически и внесли свою лепту в спасение экологической... в улучшение экологической ситуации и в спасение реки Плоская, которая является одним из главных притоков реки Вятка. Ну, эта история нам, да, я думаю, всем знакома, давно на слуху. Ну, самое главное, что это... Вот, как мы знаем, 17-й год объявлен годом экологии, и не так давно, в субботу, глава администрации президента, соответственно, председатель комитета года экологии Сергей Порисович Иванов сказал, что очень правильная вещь, что нельзя заняться экологией в 17-м году и, как бы, и все решить. Что нужно заниматься уже сейчас, как можно раньше, и, собственно, одной из проблем он, естественно, назвал чистый воздух, чистую воду. Ну, самое основное, самое элементарное. Самое основное, самое элементарное, на что мы должны, можем рассчитывать. Проблемы мусора, вот, ну, и, в общем-то, вот эта ситуация с заводом «Коммунальщик», она связана как раз и с мусором, и с водой. Ну, суть тут, в чем я напомню, наши экологи, вот, собственно, поднимали, поднимали, поднимали проблему, давили на эту болевую точку, и, в итоге, решение какое-то. Да, решение такое, что завод вложил очень серьезные деньги, просто, скажем, не в том, какая это сумма, а вообще, вложил просто серьезные деньги, даже, скажем так, на федеральном уровне, это серьезная сумма, на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений. Всего часа как раз вот была на этом заводе, нам все уже показали, рассказали, да. Ну, конечно, там есть где-то неприятный запах и так далее, но это, естественно, это, ну, скажем так, нормально. Но проблемой занимаются, и знаете, что самое вот, скажем так, классное вот в этом во всем, это то, что, там, директор завода, заместитель директора, они вот, ну, гордятся тем, что они это сделали. И когда ты слышишь людей, которые объясняют и радуются, ну, в общем-то, лишним, да, уважением, то есть надежда на то, что это еще будет где-то, ну, что-то посмотрят и скажут. То есть опыт, что называется, тиражироваться. Да, 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 вот это самое главное, потому что Российская Федерация обладает четвертью водных ресурсов всего мира, да. И, в общем-то, мы ответственны, как говорил уже, ответственны не только перед своей страной, перед нашими, там, детьми, будущими, и внуками, и, соответственно, будущим поколением. Но мы, в общем-то, ответственны перед всем миром за это. Потому что есть такая тоже фраза, всем известная, что кому много дано, с того и спрос. И вот это вот кажется нам очень важным. Насколько этот опыт, вот чтобы мы прочувствовали этот момент, насколько этот опыт наших кировских экологов уникален? Подобно и есть что-то по стране? Вы ведь знакомы с ситуацией, где, да, действительно, местные активисты, экологи добились таких успехов? Вы знаете, самое важное, что вот эта победа, ну, и результат, и результат, оно, она, этот путь был непростым и длинным. И обычно так получается, что могут рано или поздно закончиться силы. Слава Богу, в этом случае они не закончились. И поэтому, и как-то друг у друга услышали, поняли и так далее. И в этом смысле, признаюсь честно, это такой уникальный случай. Первый. В масштабах страны вообще. Да, в масштабах страны. Что-то мне подсказывает, что таких болевых точек на карте нашей страны, ой как, немало. Естественно, но, понимаете, тут надо, чтобы многие факторы были соединены воедино, потому что бывает так, что где-то бизнес очень сопротивляется, да, к лишним вложениям. Потому что мы все понимаем, что мы живем в условиях капитализма, когда… Рыночной экономики. Рыночной экономики, когда выручка самое главное, мысли… Самое главное – это получение прибыли, а выручка… А прибыль получается за счет вычитания издержек из выручки. И любое экологическое, как бы, соответствие, да, это лишние издержки. Понятное дело, что мало кто хочет и готов это менять, ну, это брать на себя. И тут нужно и сотрудничество, и влияние государства, естественно, государственных структур, природоохранных, и все равно активистов, так называемого гражданского общества, потому что… ну, просто потому что никому, одному это не под силу. Ну, вы-то в рамках партии «Зеленые» сейчас будете пытаться, не знаю, продвигать по регионам, рассказывать именно об этой истории, случившейся в нашем городе с предприятием коммунальщиков, что все-таки удалось добиться, чтобы Чеченые, по числе сооружения были установлены. Будем рассказывать, и самое главное, что когда есть результат, то, что, что называется, хочется, ну, другим захочется тоже что-то результативное сделать. Это передаст силу очень многим, я думаю. А если вообще посмотреть на карту нашей страны, где наиболее остро проблемы вот именно с водой? Естественно, там, понятное дело, Байкал, ну, там тоже очень много людей этим занимается, и ученых, и так далее. Но, знаете, вот с тем же самым Байкалом, вот это, может быть, так грубо прозвучит, я только что сейчас вот так подумала, что, я вот недавно была на форуме Народного фронта по Байкалу, который приходил на 25 февраля, и это тоже, вот вы знаете, это тоже получилась гражданская инициатива. То есть это больше, это не, скажем так, государственный проект, да, вот этот вот форум, а это гражданская инициатива, и это важно. Но все равно, что касается вот такого места, как, например, Байкал, немножко так грубо прозвучит, но вот очень много там, даже на форуме, было среди каких-то очень глубоких, интересных докладов и выступлений, очень было много просто... — Они все были посвящены сохранению, да? — Да, ну там было несколько секций, да, там было несколько секций, там по сохранению лесов еще было, естественно, после всех этих пожаров, которые произошли. Ну, я, естественно, присутствовала на той секции, которая была по Байкалу, потому что там как раз выступал модератором, был один из наших лидеров в Алтайском крае, то есть наш председатель регионального отделения, который является профессором Академии наук и занимается как раз вводными проблемами. То есть к вопросу о том, возвращаясь как-то, какие у нас есть кадры. И я хотела сказать то, что очень было много даже среди выступлений тех, которые просто эмоционально что-то говорили, что нужно спасать Байкал, но не предлагали ничего. — Безконструктивно что-то не предлагали. — Да, да, да. И вот, понимаете, как бы это вот другая сторона вот этой вот гражданской активности, то есть приходится, это всё нужно отсеивать и, ну, чтобы и фокусироваться только на конструктиве. Поэтому вот что касается Байкала, то проблема, которая, ну, естественно, на федеральном уровне, тот же самый Сергей Иванов, даже в этот раз, вот так, что Марта говорила, и о Байкале тоже как раз о водных ресурсах. Вот, и что касается ещё водных ресурсов, тоже хочется добавить то, что вот про изменение климата я уже упоминала, и Организация Миллионных Наций признала две проблемы, основные экологические, одна из которых изменение климата, а другая — это... — Недостаток пресной воды. — Да, да. Вот. — Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу. У нас традиционный перерыв в середине часа. Я напомню, что это интервью Александра Оставина и руководителя информационно-аналитического отдела Российской экологической партии «Зелёный». Перерыв. Продолжается наша программа. Напомню, что гости сегодня студии наши Александра Оставина, руководитель информационно-аналитического отдела Российской экологической партии «Зелёный». А вообще с деятельностью кировских экологов вы, Александр, давно познакомились? С чего вообще начиналось? Вот именно с воды, наверное, да? Да, 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 именно с... Хранители воды. Да, да. Вообще, наших ребят, как оцениваете их компетентность, их упорство, настойчивость и так далее? Восхищаемся и гордимся. По сравнению с тем, что происходит в других городах? Ну, я не буду говорить, что где-то в каких-то городах... Вообще, это очень сложно сравнить разных людей. Все зависит от каждого конкретного региона, каждого конкретного человека и ситуации. Кому что в жизни близко. Когда к нам у нас появились хранители воды, наша Ольга Анатольевна, естественно, мы счастливы, что есть человек, которому... Мы имеем в виду Ольгу Шаклеевну, которая руководит отделением Кировским, Зеленых. Скажем, это вообще прекрасно, что это молодая девушка, которая берет и занимается решением экологических проблем. Потому что, в общем-то, во многом... Ну, даже природа слова женского рода и, в общем-то, и колодия женского рода, да, 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 да. Все как-то, в общем, очень понятно, почему этим занимаются даже женщины. Потому что это забота, в общем-то, о будущем, о будущих поколениях. Ну, если я правильно помню и понимаю, у нас начиналась хранительная наша непосредственная водная терия региона, это Вятка, затем реки поменьше пошли, у них свои опекатели, так скажем, появилась. Верная схема, на мой взгляд? Да, абсолютно верная, да. Это именно, вот, собственно, зеленые, о которых мы упоминали вначале во всем мире, как раз появились из таких гражданских инициатив по решению каких-то конкретных экологических проблем. И именно поэтому они имели какой-то вес, потому что, когда есть проблема, которая касается твоей семьи, соседей, 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 то, в общем-то, сложно быть безразличным к этому и не решать ее. Хотя и такое бывает. И именно поэтому мы считаем, что вот такой путь, как с какой-то локальной проблемой от малого к большему, это правильный путь. Потому что есть много структур государственных и тех, кто занимается на другом уровне, но на все-то, как бы, рук не хватает, тех самых, которые сверху. Вот до перерыва мы на конкретном нашем примере Кировском затронули тему взаимодействия экологов и бизнес-структур, то есть бизнеса. Про бизнес и про государственные органы, как я сейчас еще хочу поговорить. Ну, как предпринимателю убедить тратиться в том числе и на решение экологических задач? И вообще, в целом, ситуация улучшается или ухудшается с этим? А это что, кризис? А это что хочется сэкономить? Что-то там спихнуть от себя. С одной стороны, кризис. А с другой стороны, знаете, это, может быть, странноватое сравнение, может быть, дикое на чей-то взгляд. Но, знаете, когда в нашей великой стране случилась война, первое время люди плакали и не знали, что делать дальше. Ну, какое-то время. А потом начали жить дальше. Мы сейчас берем любую войну или последнюю? Нет, я про великую отечественную, естественно. И, что касается кризиса и, более того, в общем-то, находимся в состоянии, так скажем, информационной войны, да, такой серьезной. С одной стороны, трудно, кому-то кажется, что трудно, кого-то заставить лишние деньги тратить на улучшение экологической ситуации. А с другой стороны, знаете, кризис во многих теориях – это и есть точка роста. Именно в такие моменты можно о чем-то задуматься более, скажем так, более далеком, менее насущным, чем обычно. Поэтому у нас все-таки есть оптимистичный взгляд, потому что и все-таки вот это вот то, что назвали, то, что 2017 год стал годом экологии, а до этого же мы тоже помним, что 2013 год был годом экологии. Знаете, не прошло пяти лет, и страна принимает такое решение, значит, это что-то значит. Хотя проблема у нас, собственно, то, чему год можно посвятить, вовремя-то предостаточно. Да, да, да. Тут, безусловно, что-то значит. Да, тут и культура нужна, и литература нужна, которые там недавно были, да, это все в совокупности. Но раз экология, то, значит, мы с оптимизмом смотрим. Вот, и что касается, как-то спросили вы, или о этом мы как-то упоминали. Может, ты и жили, о чем-то поговорили. Да, по поводу вот сотрудничества с государственной властью. Да, с чиновниками. Потому что я помню, ну, по крайней мере, несколько лет назад очень часто можно было слышать и видеть, читать материалы, подготовленные защитниками природы о том, что чиновники у нас не понимают, не хотят идти на встречу, такой своей чопорной, своей безразличием. Ну, опять-таки, это многое тут зависит от того, как сильно ты борешься, как сильно ты хочешь победить, и как правильно ли ты доносишь информацию. Знаете, когда я, иногда там, ну, разговариваю с теми же самыми регионами по поводу решения каких-то проблем, и они там, ну, например, с вызовом мне рассказывают, что вот там вот, ну, чиновники не реагируют, не помогают. И я говорю, а вы знаете, я говорю, вот вы когда мне рассказываете, вы уже рассказываете, как будто вот вы приехали в гостиницу, а там написано, мест нет. Знаете, вот так нельзя решать проблему. Я не знаю, может быть, это у меня отчасти, потому что я там сама из, в одном из поколений дипломатической семьи, потому что одно из моих образований – это дипломатический вуз. Но все-таки мне кажется, что сейчас то время, когда нужно решать за столом переговоров, искать компромиссы, и методом, что называется, последовательных приближений добиваться своих решений и добиваться своих правильных целей, а не жаловаться на кого-то, что тебя не слышат. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, ты, ну, постепенно до этого дойдешь. Мне еще хочется спросить, времени у нас, кстати, не так много, кто они, рядовые участники движения, партии «Зеленые»? Потому что я знаю, что у вас очень есть сильное такое молодежное крыло, если можно так его назвать, «Зеленая планета» так называемая. Ну, «Зеленая планета» – это даже не молодежная, а детская. Не молодежная, а детская. Это детская, детская. Это детская движение, вот, и это очень важная составляющая, в общем-то, так скажем, экологического просвещения. Потому что именно с воспитания ребенка и с воспитания личности, от воспитания ребенка, от воспитания личности зависит то, что будет потом. Будет ли это социально ответственный бизнес, ну, экологически ответственный, потом, через много-много лет. Или потребитель, наоборот. Или просто, да, или это будет один из просто представителей общества, потребителей общества потребления, которое очень страшно. Поэтому «Зеленая планета» – это дети, это детские конкурсы, конкурсы рисунка. У нас в офисе очень много рисунков детей. Именно подготовленных этими ребятами. Да, 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 на экологическую тему. И это просто, знаете, потрясает. И потом смотришь, как бы, какая-то картинка, ну, вроде рисунок, а такой глубокий, ты смотришь, там, ребенку 6 лет. Но, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что мне все время, у меня родители, когда рассказывают, там, что-то, кому-то, они всегда вспоминают, что, когда я еще не умела говорить, как-то там папа включал какие-то фильмы уже тогда про природу и про воду. Вот у меня тема воды – это была с самого детства, то есть, когда я не умела говорить, когда бабушка включала воду и посуду ей, там, отставляла, то я ей, вот, не умея говорить, показывала пальцем и мычала. Более того, я помню, когда в детстве меня поразило, что я что-то, ну, кому-то стала доказывать, что если в туалете такая же чистая вода, то почему ее нельзя оттуда, собственно, пить? Нормальный детский вопрос. Да, и меня прямо мучило, что должно быть по-другому. Ну, понятное дело, что это очень сложно изменить, но уж точно там от тебя зависит, что ты выбрасываешь, как ты выбрасываешь мусор, что ты выбрасываешь в туалет. Ну, например, вот мы сегодня были на заводе по очистке, да, как раз, ну, прямая связь, чем ты серьезнее к этому относишься, чем здравее ты ведешь себя в обычной жизни, тем меньше экологических проблем нужно решать. А у Зеленых есть вообще оформленная такая концепция, позиция по поводу экологического просвещения? Что это должно быть? Школа, детский сад, как детей вовлечь, как детей постарше вовлечь, взрослых и так далее. Это так смешно звучит, но когда организовываешь какой-то там субботник или посадку деревьев, то самое главное, знаете, не то, что ты уберешь результат, который будет, и то, что ты посадишь деревья. А вот именно вот это действие, когда человек уже поучаствовал, когда ему это стало близко, он понял, что он может на что-то повлиять, он после этого по-другому относится. Да, вот просто объяснить человеку, что не надо там выбрасывать мусор, очень сложно, если ему это не объяснили раньше, ну, например, там, в моем возрасте или в каком-то, там, 19-20 лет. А действием это гораздо эффективнее. И поэтому, например, там, в сентябре, там, в октябре, потому что мы занимались там, бывая на Байкале, и мы как раз там собирали мусор на берегах Байкала и высаживали деревья. И у нас там было, ну, так поча, что были там дети на этом мероприятии. Это было не политическое мероприятие, естественно, то, что нужно было детьми. И они до сих пор мне там пишут во всех там социальных сетях, что Саша, Саша, приезжай быстрее, мы хотим еще вот весной сажать. Потому что это незабываемое впечатление. Просто это вот, это самое, как бы, вот счастье, что ли, как раз. Поэтому вот это, это помогает повлиять и как раз воспитывать. Ну, распространенный принцип, да, если хочешь научить человека оценить и беречь что-то, его нужно, собственно, предложить самому это сделать. Да, уже отношение будет совершенно, совершенно другое. Спасибо. Завершаем мы на этом нашу программу. Гостью в студии Александра Оставина, руководитель информационно-аналитического отдела российской экологической партии «Зеленые». Ну, я знаю, что вы структура открытия, собственно, всю информацию можно в интернете найти, почитать о ваших делах, о вашей деятельности. Спасибо. Спасибо вам. Да, всего доброго.